Бацан и Попов Игорь, что ты имеешь ввиду? Ну, есть политический лидер в республике Молдова, который сейчас находится за рубежом, которого слава креативщика. Он придумает разные схемы, вещи интересные, которые до сих пор как-то привлекали голоса избирателей. И мне кажется, что то, что сейчас происходит в Бельцах, так называемой северной столице, есть часть, скажем так, проекта по, скажем так, я скажу так, это часть проекта господина Усатова. А я с тобой не соглашусь. Я считаю, что это реакция господина Усатова на абсолютно очевидное желание власть придержащих убрать последнюю кость из горла власти. Все-таки второй по величине город, в котором в июне 2015 года Усатый победил в первом туре с ошеломляющим процентом 74%. Там из 35 советников у него 26 вообще, это беспрецедентно. И он, хотя, я повторюсь, они не были бизнес-партнерами, но были в хороших отношениях до 2000. Да, Владимир Георгиевич на дне рождения Рената Усатова. В Москву, Усатый к Плохотнику. Но не бизнес-партнеры, по крайней мере, они были в другом плане. Но в 2000, потом его сняли с выборов, за неделю в ноябре 2014 года его сняли. Это помогло Игорю Додону получить хороший результат. Тем не менее, в 2015-2016 году Усатый оставался по популярности на уровне с Додоном. И вот сейчас, после того, как его не допустили к гонке сперва по этому возрастному цензу, или подняли его у нас до 40 лет, Усатый начал сдуваться реально по популярности. И вот я вижу, что он мосты с Плохотником реально разорвал. Он очень жесткий, неудобный товарищ. И интересный фактор. Пока господин Додон подыгрывает господину Плохотнику, демократической партии, смешанная система, ничего, не дело, не... Вот это только... Но выжидание. Да, господин Усатый реально борется. Так выходит. Бельцы, город очень своеобразный. Это город. Там людей обвести вокруг пальцев пропагандой или подачками не получится. Этот город все равно будет голосовать, скажем так, в русле евразийства и так далее и тому подобное. Но не в русле додоновского евразийства, который... Понимаешь, Андрей, там два одномандатных округа. Если бы Додон не настаивал на 6-процентный порог, то Бельцы обеспечил бы партии господина Усатого проход в парламент. То есть, понимаете... Я просто, когда Игорь Николаевич в конце концов придет в нашу программу, он подтвердил, в ноябре месяце, в декабре не получилось, я задам два вопроса, прости. Первый будет, вот я предупреждаю сразу же, о вот этом пороге. Сейчас, в последний год, Додон настаивает на том, чтобы категорически удержать порог на 6-процентов. Но в его программе, в программе его партии 2014 года, там четко сказано, что социалисты будут тратывать за понижение порога 6 до 4. Это первое. А второе, что я вот спрошу, открыто говорю, спрошу, Игорь Николаевич, вот вчера в эфире у Георгия Гонца вы сказали, что вы последовательно выступали с 2012 года за смешанную систему. И правда, она, этот пункт есть в вашей программе. Но я долго искал, и в программе об этом говорил, я не нашел ни одного публичного высказывания вашего или других руководителей партии социалистов в поддержку смешанной системы вплоть до апреля месяца этого года. Вот, когда вы приедете на эфир, эти два вопроса я вам задам и надеюсь получить прямой ответ. Теперь возвращаемся. Возвращаемся. Потому-то сейчас Додон и настаивает на сохранении порога в 6%, хотя это прямо противоречит положение его партины, программы, чтобы осложнить проход в парламент другим. Но, знаешь, когда появляются барьеры, то люди думают, как их обойти. Вот это интересные вопросы для господина Усатого и для господина Воронина. Вот есть непроверенная информация, что они могут как-то вместе постараться. Это проверенные. После того, чтобы Додон сказал об Усатом и Воронина об Усатом, и Усатом Ададо. А Воронин? Андрей. Это было бы логично, но я не знаю, смогу ли. Андрей, я говорю, что по непроверенной информации, вот. Теперь, я не понимаю смысл давления демократической партии на местные власти в Бельцах. Это ни к чему не приведет. А можно я объясню смысл? Ну, смотри. Вот демпартия, она смогла, не мытьем это как-то, сделать так, что Кишинев формально, это видно потому, как пиарится достижение его мэра Сильвии Раду, ну, явно там какая-то, она не с неба упала. Очевидно для меня, как думающего человека, что она подходит интересам правящего режима. Кишинев? Кишинев. Кишинев не Бельц. Ну, хорошо. А вот в Бельце такой, понимаешь, репенистый, он не дается, не подается. И тут еще усатый, хотя он уже почти полтора года, четыре месяца в Москве, но тем не менее, несмотря на все страшилки, которые почти ежедневно показывают каналы холдинга, в контраст, вот про Бельце показывают страшилки, а про Аргеев сказки. Но, несмотря на все это, я, чтобы объяснить, объяснить, что происходит. Несмотря на все это, судя по всему, народ, вот, усатого, я не знаю, любит, не любит, но не готов к нему относиться так, как киртуаков в Кишиневе. И что сделал теперь усатый? Накануне Нового года увидят, что против него прессинг, и готовятся к каким-то образом его снятия. Он пошел, он сломал реальную игру. Он объявил, вы знаете что, давайте проверим настроение граждан. И я обещаю, это он сказал накануне Нового года, что я, если на референдуме против меня проголосует не 74%, как это нужно, не 37 тысяч, а 50%, то есть ниже, чем легальная норма, да, то есть не 37 тысяч, а 25 тысяч, я буду в отставку. Так, друзья из власти, ну, а почему бы не пойти на это, если вы так уверены, что его не проверяли. А в чем проблема? Просто фактология. В Бельском, в Бельском муниципальном совете 35 советников. Из них 26. Из них 26 усатого, то есть 2 трети. Вот эти 26, они смогли объявить этот референдум, да? Да, это несложно. А теперь в пятницу, завтра, то есть, да, простым большинством, то есть получается 35, это 18 человек нужно, да, чтобы они проголосовали за дату проведения, наверное, да? Да, дату проведения, потом подать заявку. И вот, судя по всему, вот в промежуток между объявлением о референдуме, что было неожиданностью для властей, помнишь, это был ответ усатого на этот кризис, созданный с мусором, власти, судя по всему, у меня недостоверной информации, но я послушал, что говорят эти люди, довольно простые люди, эти 20 советников, которые из 26, 20 объявили голодовку, и мне кажется, это реальный прессинг идет на них, пытаются их сломить. Конечно, конечно. С одной стороны, чтобы они не проголосовали за референдум, а с другой стороны, чтобы они ушли и, возможно, другим уже новым большинством проголосовали за нового исполняющего обязательства мэра в Бельцах своего. Да, Андрей, я говорил, что господин Усатый – это креативщик, он доказал это не единожды. Накануне парламентских выборов ему выгоден такой референдум, потому что он подтвердит, что люди его поддерживают. Это означает, что господину Дадону до свидания, два одномандатных округа во время избирательной кампании. Если господин Усатый все-таки найдет подход к Владимиру Николаевичу, он может извиниться, потому что Владимир Николаевич старше его, и все-таки... Вот. То они могут разыграть такую партию, что господину Дадону придется еще им кланяться в ножки, для того, чтобы после выборов создать большинство. Еще непонятно. Так что еще господин Усатый разыгрывает, насколько я понимаю, интересную карту в округе, в российском одномандатном округе. Там у господина Дадона также будут проблемы. Еще неизвестно при связях Усатого, что может случиться в двух одномандатных округах, Приднестровских. Так что очень плюс то, что происходит в Бельцах для русскоязычных наших сограждан, это созвучно с тем, что случилось в Тараклии с примаром Филипповым. То, что случилось в Басарабязке с примаром и так далее. Басарабязка, по-моему, и от нашей партии, да? Конечно. Извините, Игорь, просто в контекст, на местных выборах 15-го года Усатый победил ошеломляющих Бельцев, но выдвиженцы... Все малые города, практически. Он победил. Дандюшаны, гладяны. Он нанес до Дадона такой сокрушительный удар. Так что... Андрей, дай мне, пожалуйста, закончить. Я бы скажу, какие города. Сколько? Много. Дандюшаны, гладяны, рыжканы, дрокки, флорешты, фалешты, Басарабязка, Камрад, Чадерлунга, Вулканешта, как минимум. Вот дай мне докончить. Это были исковки. Сейчас, в контексте, при ничего не делании Дадона и подыгрыванию господину Плохотнику, реально борющийся Усатый, это, поверь мне, сила. Более того, для русскоязычных наших сограждан, все равно, возможные мандаты господина Усатого, все равно пойдут в пророссийскую копилку. Поэтому, когда господин Дадон, благодаря Усатому, во втором туре получил в Бельцах более 70%, когда он сейчас размахивает руками, ну, что происходит в Бельцах, это нехорошо, и все такое. Я думаю и говорю, что русскоязычные граждане Республики Молдова, выборщики, не выборщики, не избиратели, это люди хорошо информированные, это люди, которых нельзя купить на подачке там и на всякие, на намяки, но они не... Поэтому я говорю, что господин Дадон еще может очень-очень сильно пожалеть, из-за того, что он повел себя таким образом. Вот, это то, что я хотел тебе сказать, сегодня, я так полагаю, что есть смысл наблюдать за этими баталиями. Что для меня очевидно, кстати, вчера вот в этом интервью, оно было неожиданно такое беззубое, Георгий, не обижайтесь, вчерашнее интервью. Сейчас, кстати, в 9 часов у Ларены Бокса президент, и я повторюсь, надеюсь, господин президент согласится прийти к нам в студию, открыто поговорить, мы можем даже вопросы заблаговременно обговорить, вот как я это сейчас объявил. Про ничего не делание. Ну, не то, что ничего, у него своя тактика, видимо, сейчас мы поговорим, поговорим. Но вчера мне вот зацепило все-таки вопрос Георгия Гонса к президенту Игорю Дадону насчет, что будет делать после выборов. И ты знаешь, меня просто резануло, я помню, как Владимира Воронина спрашивали осенью 2014 года, вы будете голосовать вместе? Нет, я не буду говорить, у меня будет большинство, поэтому обсуждать не нужно. И вы, в принципе, спросили, вы с кем будете делать альянс, потому что с Майей Санду маловероятно. И я не услышал категоричного нет, Дадон сказал, что он наберет большинство. Вот, и вот здесь у меня вопрос. Вот вопрос, а мы это обсуждали в прошлый раз. Я когда говорю, что господин Усатый борется, вот он как гражданин России подал заявление на другого гражданина России, господина Плохотнюка, и там открыли уголовное дело. Я думаю, что это сделано господину Усатым для того, чтобы умерить возможный пыл Игоря Николаевича, для того, чтобы вступить в сделку с Владимиром Георгиевичем после... Кто с кем в сделку, прости? Ну, ты же только что упомянул о том, что Игорь Николаевич не совсем... Да, конечно, ты же говоришь, что Игорь Николаевич не, скажем так, не ответил однозначно, что не будет вступать... Я просто скажу, почему, потому что я вижу, что и холдинг Влада Плохотнюка, и мини-холдинг, ну, растущий, там, прирастающий каналами ТНТ, я вот смотрю другие, холдинг Игоря Дадона, они категорично не сказали то, что сказал, я слышал Майя Сану, Майя Сану сказала категорично, я с земпартией Влада Плохотнюка в альянс вступать категорично не буду, и знаешь что? Вот я этому верю. Вот я, если Игорь Николаевич, верени, когда вы, Игорь Николаевич, придете в нашу программу, я вот скажу, Игорь Николаевич, вы можете вот так же четко, что вы исключаете, возможно... Да, заочно можешь его спросить. ...пост электорального союза с Демпартией? Нет, Игорь Николаевич уже подготовил почву. Он встречался с послом Евросоюза в Республике Молдова и сказал, что он выступает за то, чтобы отношения с Евросоюзом остались такими же, какими они являются на сегодняшний день, но надо улучшить отношения с Россией. Это Игорь Николаевич означает только одну вещь, что Игорь Николаевич больше не выступает за аннулирование договора оба ассоциации, потому что по-другому понимать это невозможно. Когда он говорит, давайте поставим точку в геополитических баталиях, у меня вопрос к Игорю Николаевичу. Игорь Николаевич, кто начал баталии геополитические? Кто выступил с инициативой аннулировать соглашение об ассоциации? Да, в Москве, в Кемле. Кто, да, в присутствии Владимира Владимировича, почему я и сказал, что смущенный Владимир Владимирович... Как бросить красную тряпку проевропейским избирателям. Я же говорю, что смущенный Владимир Владимирович пожимал плечами и говорит, слушай, ну я же читаю, наши эксперты читают Конституцию Республики Молдова. Так что, Андрей, я так полагаю, что у нас еще будут сюрпризы. Я думаю, я в третьей части об одном таком возможном сюрпризе поговорю. У нас еще есть две минуты на эту часть. Ты знаешь, я хочу, чтобы телезрители как-то поняли, что мы здесь сделаем. Мы в живом режиме с Игорем пытаемся... Да, у нас живая беседа. Импровизация. Попытаться понять для себя и поделиться с телезрителями нашими рассуждениями, что же происходит. Мы видим только верхушку айсберга. У Игоря очень хорошая теоретическая подготовка. Он шкатулка институциональной памяти Молдовы в вопросах демократизации, партийной жизни, выборов. Он знает... С 93-го года я занимаюсь. Я у меня немножко практический уклон. Но что я общаюсь с людьми из реального мира, понимая, что, Игорь, многие темы проходят, мы их не чувствуем. Знаешь почему? Потому что они на другом уровне обтираются. Там совсем другие цифры, другие темы, другие понятия, другие интересы. И вот с этой точки зрения для меня чрезвычайно важно одно имя. Имя это я назову в последней части этой программы. Я думаю, с этим именем, возможно, будут ассоциироваться очень интересные заявления. Какой ты загадочный. Ну ты же сам начал, да. Это имя я назову после... Мы уходим на рекламу сейчас, я не слышу. Не надо. Нет? Что не надо? Ну, после рекламы. Ну, я еще подумаю после рекламы. Ага. Ну, мне говорят, что еще 4 минуты. Ты смотрел вчера в интервью президента? Нет, не успел. А, не успел. А я посмотрел. Мне показалось, президент, хоть он чуть-чуть был простым, что он так хорошо держался, правильную позицию, вот так, одну руку вперед и другую на стол. Это дает вот... Властность. Это такое властность у Путина такое. То есть люди... Он копирует. Это объемно. Ты сразу смотришь более объемным, более таким, знаешь, но не в этом суть. Мне показалось, он был... Я хочу посмотреть, что в 9 часов, что будет у Лорены Бокзе после нашей программы, как это будет. А потом подготовиться к встрече с Игорем Николаевичем у нас в программе, чтобы мы поговорили. Вот я три вопроса бы эти задал, бесспорно, и про смешанную систему, про порог, и, конечно, спрошу о этих схемах бизнес, которые... У меня есть вопрос заочный. Да, какой? Игорь Николаевич, почему бы вам не поехать в Бельцов и поговорить там с людьми, нащупать, что там происходит. Они же голосовали за вас где-то 70%, а эти люди сейчас под давлением. Ты знаешь, я смотрел, я смотрел, я смотрел... Вот наши... Можно заниматься там строительством или ремонтом зданий, благотворительностью, что не входит в обязанностях президента. А вот встречаться с людьми, которые за вас голосовали, Игорь Николаевич, которые сейчас в беде, вот я думаю, это достойное занятие для главы государства. Вот. Ну, который гарант соблюния прав человека. Конечно. Если хотя бы одна треть, хотя бы одна треть, у меня нет оснований, не доверять, но, знаете, доверяй, но проверяй. И поэтому, если одна треть обвинений, которые высказали бельские советники, правда, то это страшно. Что это еще раз подтверждает, что судебная система и правоохранительные органы, многие из них, действуют по указке. И что, когда дается команда ФАС, начинаются разрывать. И это очень нехорошо. Андрей, а ты вспомни, что случилось с мэром Тараклина. Вспомни, что случилось с мэром Басарабяске. Вспомни, какую кампанию начали против пирки Тапиола в медиахолдинге. Ну, это разное. Разное, да, да, да. Разное вот это. Вот это о чем-то говорит. Ну, с другой стороны, вот я подразил. Вот вчера слушал интервью Александра Танаси на другом канале. Видишь, провел вчера продуктивно два часа. И он говорит, ну, знаете, в стране, когда критикуют власть, и это можно делать, и людей не сажают, значит, не все потеряно. Я согласен. Знаешь, мне очень нравится эта метафора. Чем отличается тоталитарный режим от авторитарного? Да? Знаешь, чем? Конечно. Коротко можешь сказать? Конечно. Вот можно я свою версию? Да, конечно. Вы знаете, в тоталитарном режиме журналисты, типа, или эксперты, типа Бацана и Попова, они могут жестко и честно критиковать власть. В авторитарном. В тоталитарном. Они могут жестко и твердо и честно принципиально критиковать по делу и господина координатора, и господина президента. А в авторитарном режиме они могут делать это и на следующей неделе тоже. Понимаете? Ты можешь делать так. А у нас в программе уже более 20 выпусков, и мы продолжаем в том же открытом ключе, и спокойно, без силохранителей, пока ходим. Чтобы был тоталитарный режим, нужна идеология. Я хочу тебя спросить, какая идеология у демократической партии? А вот насчет идеологии мы поговорим, или в другой программе, потому что сейчас нет времени, мы должны идти на рекламную паузу.